не запустите молочнокислое брожение не будут размножаться это бактерии эти бактерии будут у вас размножаться другие огурцы могут получиться мягкие горькие кстати говоря лавровый лист на производстве друзья его замачивают и поэтому нельзя держать при повышенных температурах но в то же время нельзя держать при пониженных температурах то есть обязательно должна начаться вот та самая ферментация итак друзья всем привет я только что посолила огурцы и хочу сделать так чтобы они у меня ни в коем случае не стали мягкие у меня дочь учится на технолога и так как я теперь стала интересоваться технологическими картами в них я нашла ответ на вопрос почему же огурцы становятся мягкими между прочим этот запрос очень популярный в поиске яндекс то есть многие хозяйки проходят через то что мы затрачиваем усилия время собираем огурцы солим их в банке а затем когда зимой лезем в подвал либо в погреб мы получаем из банок мягкие огурцы которые идут только на выброс я думаю что очень многие прошли через это и я захотела точно узнать в чем же дело я уже несколько лет назад делала видео по этому поводу и мне приятно осознавать что я сама как бы дошла до того что я поняла что огурцы ни в случае не должны соприкасаться с воздухом и это подтверждает как вам сказать технологические условия заквашивания про которые я узнала потому что это называется неправильное анаэробное хранение продукта в общем так друзья неправильные анаэробные условия для того чтобы огурцы не становились мягкими нужно соблюдать температурный режим то есть мы должны запустить процесс сквашивания должны запустить процесс молочно-кислого брожения когда работают молочно-кислые бактерии все остальные бактерии спят то есть молочно-кислые бактерии их подавляют я буду несколько раз говорить про это в своем видео то есть я это поняла еще на сыре в то время как размножаются стрептококи молочно-кислые все остальное просто-напросто подавляется как только молочно-кислые бактерии спят размножаются другие бактерии. Так вот, при квашении огурцов соленых, которые мы солим в банках, а они должны получиться кислыми, как из бочки, это не важно, в бочках мы солим, нужно соблюдать температурный режим, нужно запустить вот этот молочно-кислый процесс. Молочно-кислый процесс брожения запускается при температуре 15-20 градусов и при концентрации, правильной концентрации рассола для мелких огурцов, это 7% концентрация рассола, то есть на полтора литра воды около 100 грамм соли, 105 грамм соли, если быть точным. Ну так вот, и мы должны сделать так, чтобы температура 15-20 градусов была не более двух суток, друзья. Как раз за это время запустится вот этот молочно-кислый процесс, затем огурцы мы убираем в более холодное место, чтобы они не перекисали. Если температура будет высокая, то начнут развиваться газообразующие бактерии, которые приведут к вспучиванию огурцов и их размягчению, то есть нужно соблюдать температурный режим и не допускать соприкосновения огурцов с воздухом. Для этого рассол должен быть выше огурцов, огурцы должны быть утопленными в рассоле, но кроме того, все должно быть чисто и так далее. Смотрим видео, друзья. По этому рецепту я солю уже много лет. У меня есть несколько рецептов на канале именно по этому поводу. Но сегодня я хочу уделить внимание именно тому, как сделать, чтобы огурцы не становились мягкими. Я влетала с мягкостью огурцов, друзья, несколько раз. Причем, что самое интересное, бывает так, что вся партия мягкая, но несколько банок все-таки более-менее съедобные из огурцов. У вас такого не случалось? Напишите, что вы думаете по этому поводу и добро пожаловать на видео. Это очень интересное, друзья, видео. Мне оно самое очень нравится. И если вы подчеркнули из него полезную информацию, то обязательно делитесь в соцсетях, потому что это на самом деле проблема. Это проблема, когда огурцы в банках становятся мягкими. Огурцы укладываем в банки поплотнее. Я буду солить их с чесночком, с горьким перцем, с укропом и с хреном. Поплотнее их укладываем для того, чтобы все равно они в банке потом осядут. Обычно нижний слой делают из более крупных огурцов. Я сейчас так набросаю, а затем буду в банки уже укладывать их вот так рядами, чтобы они стояли. Это самый распространенный способ укладки огурцов, для того, чтобы в банку влезло как можно больше. Обычно вот этот нижний слой делают из таких, я уже сказала, более крупных огурцов, потому что дальше банк сужается. И сюда, естественно, нужно укладывать наверх более такие мелкие огурчики, которые зайдут вот в это узкое горлышко. Огурцы в банке после посола, друзья, они уменьшатся в объеме. То есть можно укладывать достаточно плотно. Сюда же кладем перчик вместе с семенами. засыпаем чеснок. Если хотите, порежьте его. И уже вот такой как бы второй этаж нашей банки укладываем лежа. Вот этот огурец большой, это другая банка. Сюда у меня всегда идут более мелкие огурчики. Важная деталь. Огурцы не надо стремиться укладывать до самого верха банки. Вот так, по плечике. То есть рассол в огурцах должен покрывать их целиком. Огурцы не должны соприкасаться с воздухом, чтобы они не стали мягкие. Бич вот таких посолочных дел, это когда огурцы, мы столько сил и времени на это затратили, и вдруг они становятся мягкие. Причем замечаем мы это только тогда, когда достаем банку из подвала, либо из холодильника. И вдруг, казалось бы, ничего не предвещало, а огурцы мягкие. Я сколько пыталась определить причину всего этого. Друзья, в общем, я на основании собственного опыта хочу вам сказать, что часто они бывают мягкие, когда соприкасается огурец с воздухом. Но даже если он не соприкасается с воздухом, они все равно бывают мягкие. И я думаю, что это все-таки в том, что неправильный температурный режим. Понимаете, в огурцах должно начаться молочно-кислое брожение. Это я просто делаю выводы из того, что я делаю сыр. А там тоже, когда делаешь сыр, там же тоже молочно-кислое брожение. И понимаете, вот обычно молоко бывает горчит. Вот бывают такие случаи. А это происходит от того, казалось бы, стоит в холодильнике даже кипяченое, пастеризованное молоко начинает горчить. А потому что мы во время кипячения убиваем молочно-кислые бактерии, а гнилосные нет. Понимаете, есть еще какие-то бактерии, которые тоже придают такой горький вкус молоку. То есть они развиваются именно тогда, когда нет молочно-кислых брожений. То есть, понимаете, температура неподходящая для того, чтобы молочно-кислые бактерии хорошо размножались. То есть применительно к огурцам. Я думаю, что когда мы ставим их в неправильную температуру и подавляем жизнедеятельность вот этих молочно-кислых бактерий, то в их отсутствии начинают размножаться другие, которые именно размягчают огурцы. Я думаю, что дело в этом. Вот. И поэтому из этого вывод. Огурцы должны бродить при температуре, которая нравится этим бактериям, хорошим, тем, которые нам нужны. Если у вас есть горчица, то вы можете засунуть в банку ложку горчицы. Тогда у вас огурцы будут с такой интересным, с таким интересным вкусом. Пустые. Но я вместо горчицы положила перчик. Душистый перец сюда можно. Огурцы любят. Они очень любят чеснок. Вот помидоры любят лук, а огурцы чеснок. Таким образом заполняем все банки. Друзья, друзья, по технологическим картам на производстве, для производства солёных огурцов используют 8-процентный солевой рассол. И проводят ферментацию уже заполненных ёмкостей, ну там, конечно, и банки, в течение 12 часов. То есть в процессе которых происходит накопление молочной кислоты. Понятно, что дома условия у нас совсем другие. И я буду солить, заливать в банку воду и класть 80 грамм поваренной соли. Это где-то 4 столовых ложки. И вы знаете, я вам хочу сказать, что это, в принципе, недалеко от условий производства. Давайте ради интереса померяем, сколько воды зайдёт у нас в банку с огурцами. Но, насколько я знаю по своему опыту, то у нас обычно в банку с огурцами мы наливаем около полутора литров воды. Около полутора литров воды лезет в банку с огурцами. Но мы сейчас я прям возьму и специально измерю. Если огурцы у вас получаются сморщенными, это происходит из-за того, что слишком концентрированный был рассол. Также размягчение солёных огурцов, я уже сказала, происходит от того, что нарушен температурный режим, от того, что они соприкасаются с воздухом, это 100%. И поэтому нельзя их держать при повышенных температурах, но в то же время нельзя их держать при пониженных температурах. То есть обязательно должна начаться вот та самая ферментация, про которую я говорила. Понимаете, должны заработать вот эти наши молочно-кислые бактерии, которые дадут нам нужную консистенцию огурцов. То, что перчик вот здесь у меня лопнул, это ничего страшного. Столько времени, сколько будут стоять огурчики, всё равно всё, что внутри у перчика, пройдёт в рассол, а затем в наши огурчики. Кстати говоря, лавровый лист на производстве, друзья, его замачивают, замачивают предварительно в воде для того, чтобы он раскрыл весь свой вкус. Понимаете? Перед тем, как залить его солевым лосовым, его замачивают в воде. А перец стерилизуют в автоклаве. Ну, у нас получится вот ещё одна баночка. Итак, друзья, важный этап заливка огурцов. Я положила в банку 80 грамм соли. Это в расчёте на то, что у меня зайдёт сюда литр воды. Вообще, по технологическим картам, для крупных огурцов кладётся 80 грамм соли. Для мелких 60 грамм соли на литр, то есть 8-процентный солевой раствор, либо 6-процентный. Но и опять же, это, друзья, расчёт на литр. То есть, мы должны залить сюда литр воды. Если воды сюда залезает больше, соответственно, концентрация рассола падает, огурцы могут осклизнуть от того, что недостаточная концентрация соли. Кроме того, по технологическим картам, друзья, для того, чтобы началось молочно-кислое брожение, огурцы должны пройти стадию ферментации при температуре от 16 до 20 градусов. То есть, мы должны убрать банки в помещении с такой температурой. Если у вас в подвале есть такая температура, то это хорошо. Теперь по времени выдержки. Если огурцы будут храниться в тёплом помещении, то время выдержки при температуре 20 градусов должно составлять не более 12 часов, иначе всё это переброют. Если же в подвале, в охлаждённом, то они могут так стоять трое-четверо суток. То есть, по идее, ошибкой является то, что мы ставим банки сразу в погреб. Ну, конечно, если только у вас там температура такая, как нам нужна, 15-20 градусов, тогда можно. Теперь смотрите. Видите, я добавила 80 грамм соли и налила литр воды. Друзья, сейчас налью ещё пол-литра, здесь получится полтора, и получится, что концентрация соли у меня маловато. Так как огурцы у меня мелкие, а по картам нужно 7-6% концентрацию для мелких огурцов, то, соответственно, на полтора литра воды нам нужно 100 грамм соли, друзья. Тогда у нас получится 7% концентрация рассола. Друзья, посчитать очень просто. От полутора литров воды 1%, это у нас 15 грамм. Соответственно, 7% это 100 грамм соли нужно, 105. 80 я уже насыпала, вот ещё 1 столовая ложка, 5. Это будет нужной концентрации. Вот смотрите, я выливаю ещё одну банку. Я же вам говорю, что полтора литра воды идёт на банку. Вот теперь мы произвели огурцы в соответствии с технологией, ну почти. Теперь оставляем их на 12 часов для того, чтобы они забродили, если будем хранить в тепле, либо на 2 суток, если будем хранить в холоде, либо сразу убираем в подвал, если у вас там 15 градусов. То есть я сделала огурцы, друзья, по всем правилам. Здесь я уже измерять не буду, я просто насыплю в банку 5 столовых ложек соли. Это будет верно по технологическим картам. 3, 4, 5. Потому что у меня было несколько раз такая история, что вся партия огурцов была мягкой, понимаете? Если вы солите огурцы в бочках, то что нам нужно сделать? Если солим огурцы в бочках, можно класть сверху осиновый круг, осиновый груз. То есть осина, она препятствует всяким плохим процессам, которые могут произойти с нашими огурцами. Это на самом деле правда, потому что когда много лет назад, когда у нас были в теплице, и мы солили огурцы именно во флягах, было такое, что выбрасывали все фляги, все. То есть достаешь огурцы, а они полностью, полностью мягкие. Вонючие получались редко, хотя такое, друзья, тоже возможно. Вот. Поэтому нарушение вот этих всех режимов... На самом деле вот этот вопрос очень популярный. Почему огурцы становятся мягкие? Почему огурцы становятся склизкие? Я попыталась найти ответ и рассказала о нем вам, друзья. Прикрыть крышками, когда они начнут бродить, может рассол немного вытекать. Или если мы убираем в погреб, просто сразу плотной крышкой вот так закрываем, и пусть оно там бродит, но еще раз говорю, если у вас в погребе от 15 до 20 градусов, если меньше, то нужно дать им пройти стадию ферментации. Понимаете, для чего? Еще раз повторяю. Для того, чтобы запустить молочно-кислое брожение. Не запустите молочно-кислое брожение, не будут размножаться эти бактерии, будут у вас размножаться другие. Огурцы могут получиться мягкие, горькие и так далее. То есть мы сейчас залили огурцы рассолом, водой, заливаем под самое горлышко. И если у вас в погребе температура 15 градусов, то мы просто закрываем это крышками и ставим туда. Через два дня у огурцов желательно снизить температуру, то есть они должны храниться при пониженных температурах, ниже 15-20 градусов. Если температура будет повышенная, то огурцы станут мягкими. Если концентрация рассола будет недостаточно, то огурцы также станут мягкими. Соответственно, нужно выбрать температуру, при которой они будут стоять. То есть уже засолены огурцы, должны стоять в правильном месте. Друзья, я так много внимания в этом году уделяю этому вопросу, потому что предыдущая партия огурцов, которую я делала в прошлом году, одна была нормальная, а другая у меня вся была мягкая. И я так думаю, это произошло потому, что стояла она при повышенных температурах у нас жарко. В погребе просто-напросто было жарко. И сейчас, тот, кто меня смотрит, знает, я уберу вот эти банки в молочную комнату, где стоит сплит-система, где прохладно. Потому что в погребе я уже померила температуру, и у меня там, друзья, 20 градусов. То есть я боюсь лишиться всего урожая огурцов. Вы, конечно, делайте как хотите. Возможно, у вас в погребе именно подходящая температура под это дело. Я специально полезла в технологию производства огурцов на предприятии, потому что когда огурцы производятся в таких больших масштабах, предприятие не может себе позволить выкидывать партии огурцов, которые вдруг размягчились, либо что-то с ними случилось. И, соответственно, они строго соблюдают условия посола, хранения и так далее. И всем пока. Пишите, как солите огурцы вы. В принципе, этот рецепт очень простой. То есть 100 грамм соли, не 80, а 100 грамм соли, если огурцы солятся в 3-х литровых банках, чтобы была достаточная концентрация рассола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова